В эфире итогов информационная программа в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этой недели. Под Рязанью погибают десятки лошадей редкой породы. Прокуроры начали проверку, но жизнь животных по-прежнему под угрозой. Автопарк полиции скорой помощи пополнился, а в спецслужбы получили 39 новых автомобилей. И национальный спорт в России отметили день хоккея. В Рязанской области в эти дни гибнет уникальная порода лошадей. На бывшем рязанском конезаводе без еды и ухода остались около 60 животных, 20 из которых – самки легендарной породы тракен, которые пока еще способны давать чистокровное потомство. Однако только за ноябрь погибли 6 лошадей. После сюжета моей коллеги Анна Герцовская, прокуратура Рыбневского района, организовала проверку. Но кто поможет животным и спасутся ли они от голодной смерти? Вопрос, который остается без ответа. Фотографии погибших жеребят появлялись на различных сайтах в интернете. Люди не верили своим глазам, пытались выяснить, действительно ли изуродованные болезнями и мертвые животные являются наследием Рязанского конного завода. Для выяснения обстоятельств наша съемочная группа отправилась на предприятие. Директор завода Владимир Храпов в разговоре с нами по телефону на повышенных тонах пытался доказать, что эти фотографии были сделаны не на его предприятии, поясняя, что это уже не Рязанский конный завод, а частные владения, имеющие другое название. Однако фотографии именно этих конюшен и этих лошадей были выложены на странице в группе ВКонтакте под названием «Рязанский конный завод». Это сообщество с 30 ноября было заблокировано администратором, после того, как люди из разных городов массово начали отправлять сообщения в группу, выражая свое недовольство качеством содержания лошадей породы тракен и шетленских пони. На самом деле, во время съемок нам удалось сравнить помещения, изображенные на этих фотографиях с конюшней на Рязанском конном заводе, и найти еще одну мертвую лошадь. Так что сомнений в том, что именно здесь гибнут животные, не осталось. А заключение ветеринара есть по павшим лошадям? Они не пали, они уже пали там давно. Это акты составляют с хозяевом. Вот у вас собака умрет, вы что, пойдете ветеринара вызывать, что вот у меня собачка умерла? Тут то же самое. Акты, да, была одна лошадь, они приезжали, они как бы рыли яму, сожгли труп. Все, как будто утилизировали. Он обязан ее вскрыть на утильзаводе в Рязани. А они говорят, что они не вскрывают лошадей. Ну, плохо, это значит, не дают информацию нам. И они не будут вскрывать, а их, может быть, рабочий будет с нами, наша служба будет вскрывать. Ну, вот смотрите. Они обязаны, это все-таки? Это обязаны, есть этот закон утилизации. Несмотря на то, что они частники? Да, все должны. Это только то, о чем стало известно, а ведь предприятие годами скрывало свою деятельность. В Рязанском конном заводе у них, ну, вообще тракены здесь появились где-то в конце 80-х, это был один из лучших заводов страны Советского Союза. А то, что происходит, ну, там уже давно эта вся история тянется. Оправдываясь тем, что предприятие частное, директор не позволял никому заглядывать за его стены, чтобы увидеть, как живут лошади. Вот приедет зашито животных общество, тебе мало не покажется. Я говорю, что ты довел их до такой степени? Вот так нельзя, я говорю, делать. Приезжай, посидим, поговорим, как дальше работать. Во-первых, как сказали там девчата, которые арендуют коню, это деники там, вот, с этого февраля прошлого года овес не давали. Ну, это их слова, насколько поверю. Но они похожи на то, что они овес не ели, честно сказать, да. А сено тоже желает, как бы, получше. Раскрывали мы там рулон прям с этим-то, этим, как его, коняхом-то. Там одна плесень. Худые, грязные, шерсть отросла и свалялась. Мышц нет, в хвостах репейник, в гриве навоз. Пьют ледяную воду. Эти лошади живут хуже, чем коровы, хотя тракененская порода создана вовсе для другого. Лошадям нужны ежедневные тренировки, прогулки, витамины. А в последнее время здесь работают только два конюха из ближнего зарубежья. Не способные даже очистить денники от навоза. По некоторым данным, один из них не получает зарплату на протяжении четырех месяцев. Из-за этого не может вернуться домой. Прокуратура Рыбновского района по многочисленным сообщениям средств массовой информации о том, что в ООО «Рязанский конный завод гибнет уникальная порода лошадей», организована проверка. Проверка проводится с привлечением специалистов Главного управления ветеринарии Рязанской области на предмет соблюдения правил сбора и утилизации биологических отходов, а также содержания животных. Кроме того, по поручению прокурора района отделом органов внутренних дел по Рыбновскому району проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации на предмет наличия признаков преступления предусмотрена статья 245 Уголовного кодекса России, то есть жестокое обращение с животными. Во время прокурорской проверки директор завода Владимир Храпов переводит стрелки на единственный в России институт коневодства, расположенный в километре от предприятия, заявляя, что все погибшие лошади – дело рук работников института. Кроме того, Храпов раскидывается заявлениями о том, что сдаст всех этих лошадей на убой. Он отказывается их продавать и не принимает никакую помощь. У меня корма в избытке, мне кормов не надо, а лошади старые, им по 26 лет, им кобылам, сухую, а козли лошади все нормально. Жеребята тоже тоненькие, худенькие. Ну это старые кобылы, по-первых, старые кобылы. Жеребята. Ну это старые кобылы, видишь. Сейчас некоторые заводчики уже настроены перекупить лошадей даже с бойни. В отличие от хозяев Рязанского конного завода, они понимают ценность 60 голов, которые здесь живут. В России существует не более 300 тракенинских кобыл, которые могут давать чистокровное потомство. 20 из них здесь. Лошадь похудеть может очень быстро, без кормов, но восстановить ее потом очень долго. Восстанавливать надо. Полгода как минимум, наверное. Месяца три. Некоторые лошади жеребые. И несмотря на то, что по последним данным директор Рязанского конного завода обеспечивает лошадей кормом, вряд ли у владельцев предприятия появятся средства и желание привезти животных в полный порядок. Надежда остается только на новых инвесторов, которым не безразлична эта порода. Если изменить ситуацию сейчас, то уже через пару лет эти лошади могут принести хороший доход владельцу и массу положительных эмоций. Вот так они могут выглядеть при правильном уходе. Подтянутые, лоснящиеся, смелые, спортивные, игривые. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Экологическая обстановка в Рязани с каждым годом становится все более напряженной. Роспотребнадзор регулярно отмечает в нашем регионе один из самых высоких уровней загрязнения атмосферы. Согласно последнему докладу, Рязанская область, а главным образом ее центр является одним из 14 неблагополучных субъектов. Экология под угрозой. К такому выводу пришло Министерство природы России, присудив Рязани 69 из 70 мест в рейтинге экологического развития городов. Главным критерием оценки стала работа городских властей. Также учитывался ряд факторов, среди них чистота воздуха. За истекший период 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный в январе, феврале и апреле. В остальные месяцы текущего года он классифицировался как высокий. В августе как очень высокий. И определялся высоким повышенным содержанием сероуглерода в основном в августе формальдегида. Сотрудники природоохранной прокуратуры отмечают, что Рязань промышленный город. На территории региона работает множество заводов. И практически на всех есть нарушения. Они разные. Может отсутствовать разрешительная документация или не выполняться мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. Природоохранной прокуратуры применяются меры и административного воздействия к нарушителям. Вносится представление об устранении нарушений. Если на представление отсутствуют адекватные реакции, то применяются меры искового воздействия. Суды обязывают устранить нарушения природоохранного законодательства и привести деятельность в соответствии с требованиями закона. Судебным решением закончился разговор с Рязанской нефтеперерабатывающей компанией. В 2014 году ее обязали модернизировать систему очистки воды. Сбрасываемые с очистных сооружений сточные воды не соответствуют установленным нормативам. Сточные воды сбрасываются в реку Листвянка, которая впадает в реку Аку. При этом стоки, которые поступают на очистные сооружения предприятия, это не только стоки этого предприятия и прилегающих предприятий, но и стоки всего города. Для полного соответствия нормам требуется реконструкция очистных сооружений. Суд разрешил проводить ее постепенно. Предприятие регулярно отчитывается о принимаемых мерах. К минусам региона также отнесли низкую прозрачность, подотчетность и затраты на охрану окружающей среды, высокие потери в тепловых сетях и низкую вовлеченность граждан в экологические акции. Есть у Рязани один плюс. Исследователи положительно оценили число зеленых насаждений в городе. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области погибли более полутора тысяч поросят. Причиной стал пожар на свинокомплексе. Возгорание произошло ночью со среды на четверг. На место выезжали семь пожарных машин, но спасти животных не удалось. 30 ноября около 4 часов утра поступило сообщение о пожаре в поселке Озерки Сараевского района. Горело одно из зданий свиноводческой фермы. Причины пожара пока неизвестны. Люди не пострадали, а вот животных спасти не удалось. Какое именно количество свиней погибло в огне, в пресс-службе МЧС не уточняют, но по данным информационных сайтов их было более тысячи. Причины пожара и ущерб устанавливают. На пожар выезжали и принимали участие в совершении 19 человек личного состава государственной противопожарной службы и 7 пожарных автомобилей. Автопарк полиции и скорой помощи пополнился новыми машинами. Всего 39 автомобилей в торжественной обстановке вручили врачам и автоинспекторам. Новый транспорт получили в качестве поддержки из федерального центра. 15 авто марки «Шкода» для сотрудников ГИБДД и 8 УАЗов и 16 «Газели» скорой медпомощи региона, которые будут распределены по области. Планируется и в будущем году распределять автомобили скорой помощи, но я надеюсь, что у нас будет возможность благодаря нашему бюджету приобретать и самим эти машины, потому что только на федеральный центр, надеяться, нельзя, нужно работать в этом отношении и нашей области. В декабре вступают в силу несколько нововведений. Например, вернуть переплату излишне взысканных платежей в бюджет станет проще. Теперь подать заявление можно не в спешке за один месяц, а даже через три года. Еще одно изменение декабря. На аборты будут выдавать лицензию. Теперь с 12 декабря аборты имеют право делать только те медучреждения, которые получили специальный документ. А получат их не все. В правительстве поясняют, что делается это для того, чтобы иметь возможность получить точную статистику по искусственному прерыванию беременности. С 4 декабря вводятся новые правила подачи заявления о выплате материнского капитала. Согласно документу, теперь не надо предоставлять СНИЛС. А если нет регистрации по месту пребывания в России, то можно указать адрес фактического проживания. Автобусам устроят досмотр перед рейсом. Уже с 24 декабря техническое состояние общественного транспорта начнут проверять перед выходом в рейс. Такой порядок предусматривает личную ответственность механика, выпускающего автобуса и другой транспорт на линию. Если произойдет авария из-за неисправности транспортного средства, то он будет отвечать наравне с водителем. Цель нововведения – повысить безопасность поездок в общественном транспорте. В экзаменационных вопросах ГИБДД для автошкол нашли ошибки, опасные для здоровья. Они могут повлечь за собой неправильное оказание первой медицинской помощи с опасными последствиями. Ошибки в тестовых заданиях выявила Межрегиональная ассоциация автошкол. Выяснилось, что вопросы по первой медицинской помощи составлены некорректно, а все предлагаемые варианты ответов к некоторым из них еще и неверные. Выходит, на практике выпускники российских автошкол не смогут оказать правильную первую помощь – остановить кровотечение или сделать искусственное дыхание. Вторник, 21 ноября. Улица Есенина. На видео запечатлен момент ДТП. 39-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину-пешехода. Водитель бросился ей на помощь, а вот пассажир просто поспешил уйти с места происшествия. Никаких попыток оказать какую-либо помощь на видео не попало. Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи. Такой случай в городе не единственный. К сожалению, аварии со смертельным исходом по-прежнему имеют место быть. Из общего количества – минимальная часть тех, где первая помощь действительно была необходима и могла бы спасти жизнь человеку. В настоящий момент Межрегиональная ассоциация автошкол направила письмо на имя министра внутренних дел Российской Федерации с просьбой рассмотреть предложения, выработанные по итогам Международной конференции «Автошкола-2017». В них указано, что содержание утвержденных ГИБДД и экзаменационных билетов необходимо привести в соответствии с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП. Один из примеров – четвертый билет, двадцатый вопрос. Тема – сердечно-легочная реанимация. Во всех вариантах указано неверное положение рук, заявляют эксперты. По правилам оказания первой помощи они должны быть сложены в замок. В билетах перечислены другие неверные варианты, например, крест-накрест. Теперь мы раздеваем человека, находим точку в середине грудной клетки, на два пальца выше мечевидного отростка, кладем основание ладони, сверху второе, начинаем качать, выполнять нажатие. 30 компрессий, а затем два вдоха. Повторять до тех пор, пока человек не придет в сознание или не приедет в скорая помощь. Александр Казминский, ассистент Центра симуляционного обучения, говорит, что все водители должны знать основной момент – как проводится сердечно-легочная реанимация. Помощь экстренную мы оказываем пострадавшему только если есть угроза жизни. В 2016 году в Центре симуляционного обучения прошли подготовку все сотрудники ОМВД Рязанской области. Такая подготовка у них каждый год. Все сотрудники госавтоинспекции проходят сертификацию показания доврачебной помощи. И все сотрудники сдают экзамен в языческих учреждениях. Другой пример. Билет номер 21, вопрос 20. Наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано не менее 3-5 сантиметров от раны. В наложении жгута есть несколько тонкостей. У Александра в руках – атравматический жгут, который есть в каждой автомобильной аптечке. При обильном кровотечении с конечностей необходимо накладывать жгут на эти же конечности. Места наложения жгута у нас бедро и плечо. Сто процентное показание к наложению жгута – это артериальное кровотечение. Если кровь бьет алой струей, бьющей под большим напором, здесь без оказания помощи человек умрет достаточно быстро. Конкретно этот жгут не требует никакой ткани или подкладки. Оптимальное время для наложения жгута – полчаса. Александр объяснил нам, почему нужно накладывать его именно в этих местах. Анатомически, если вы видите скелет, у нас на дистальных частях конечностей имеются две косточки. Если мы говорим о ноге, то это большая малоберцовая. Если говорим о руке, то это лучевая и локтевая кости. Поэтому анатомический сосуд, из которого кровоточит, может проходить между двумя этими образованиями. И мы не сможем мышечной тканью задавить этот сосуд. Если в ЕГЭ по какому-либо предмету есть разночтение в формулировках или правилах, то хороший педагог объяснит своим ученикам и расскажет, как правильно на самом деле. То же самое касается и первой помощи. Неточности в билетах на право управления транспортным средством исправляют преподаватели автошколы «Магистраль». Сейчас большое внимание оказывают медицине в автошколах. Потому что водители, они оказываются в первые минуты всех ближе у пострадавшего. И поэтому я вас должна научить, как это делать до приезда бригады скорой медицинской помощи. В распоряжении преподавателя манекен Гоша, на котором она обучила больше сотни водителей. Приемы сердечно-легочной реанимации ничуть не отличались от показанных Андреем Казминским. Что свидетельствует о высоком уровне профессионализма. Также автошкола «Магистраль» проводит обучение школьников на бесплатной основе знанием ПДД и оказанием первой помощи. Более профессионально, конечно же, этот материал подается будущим водителям. Причем делается это так, чтобы во время чрезвычайной ситуации человек не потерял контроль над собой. Сейчас НИИ Организации информатизации здравоохранения разрабатывает стандарт программы обучения инструкторов первой помощи. Для всех типов обучения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Рязанцы осудили за незаконное хранение оружия, пистолета Макарова, охотничьего карабина и патронов. Он нашел их на свалке, но информировать правоохранительные органы о находке не стал, а забрал себе и незаконно хранил. Как показывает практика, в нашей стране оружие можно не только приобрести, но еще и найти, причем в самых неожиданных местах. Так, все средства массовой информации облетела новость о рязанце, нашедшем на свалке пистолет Макаров. Оказывается, если бы мужчина сдал оружие в правоохранительные органы, то получил бы вознаграждение в размере 5000 рублей. Однако пистолет он оставил у себя. И вот результат – за хранение найденного оружия мужчина понес наказание. Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание, что в случае обнаружения огнестрельного оружия и боеврипасов к нему, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию для дальнейшей передачи оружия на ответственное хранение. На территории Рязанской области действует программа профилактики правонарушений, в рамках которой гражданам, добровольно сдавшим оружие, положено вознаграждение, максимальный размер которого достигает 15 тысяч рублей. Сдать опасные находки в территориальные органы МВД нужно в кратчайшие сроки. Законом они не прописаны, однако, если оружие у вас обнаружат сотрудники внутренних дел, ни о какой добровольной сдаче речь уже идти не будет. В этом случае предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также за нарушение в области оборота оружия предусмотрена и административная ответственность. Для того, чтобы не допустить нарушения административного закона, необходимо в том числе и вовремя продлять разрешительные документы. Заявление на продление можно подать в электронном виде через портал государственных услуг, не выходя из дома. Валерий Седов, Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Все, кто когда-то выходил с клюшкой во двор, занимался в секции или просто переживал за любимую команду во время телевизионного матча, 1 декабря отмечают Всероссийский день хоккея. Этот день относится к числу праздников, которые отмечают не только причастные к этой игре люди. Хоккей близок к сердцу и душе практически каждому россиянину, хотя, казалось бы, в нашей стране он появился по историческим меркам совсем недавно. Но сегодня его смело можно назвать русским национальным спортом. Подвиги знаменитые во всем мире красные машины. Именно так именовали легендарную сборную Советского Союза, прославившуюся в этом виде спорта, никогда не будут забыты в нашей стране. На льду профессионалы своего дела. Каждого из них любят и знают болельщики рязанской хоккейной команды. Четкие и выверенные действия, слаженная игра. Все это можно наблюдать на ледовой арене. Свисток тренера и вся команда в сборе. На льду тишина. Игроки получают новые указания. Вскоре тишину разбивает шум игры. Тренировка идет усиленная. Через два дня важный матч в другом городе. В таком режиме отпраздновать день хоккея будет непросто. Павлу Злобину всего 19 лет. И он нападающий рязанского хоккейного клуба. Может, он нам расскажет все таинства праздника? Да особо нет никаких. Все по-своему готовятся. Ничего нового. Раз молодое поколение не знает, то нужно спросить у более опытных хоккеистов. Владимиру Карпову уже 31 год. И он один из самых титулованных игроков клуба. По его словам, хоккей сильно изменил его жизнь. Я не знаю, кем бы я был, если бы не хоккей. Но я очень рад тому, что я хоккеист. И то, что я достиг. И то, что я занялся именно этим видом спорта. Уж он наверняка знает какие-нибудь праздничные традиции. Но его ответ повторил предыдущий. Нет ни традиций, ни времени на праздник. Наравне с профессиональной командой тренируются и юные воспитанники. Сейчас на льду ребята, которым нет и 14. За плечами у них немало побед. Наверняка у молодого поколения должны появиться какие-то свои особенные ритуалы. Как бы без праздника. На тренировку приду. Получается, что у юных спортсменов, что у игроков высшей хоккейной лиги все свободное время уходит на тренировки. Почти всю неделю, несколько раз в день, великолепная пятерка и вратарь вновь и вновь выходят на лед тренироваться. В этот важный для хоккеистов праздник остается пожелать, чтобы во время хоккейных матчей за воротами противника победной молнией пульсировал фонарь. Вместо витаминов пыльца, вместо обезболивающих пчелиный яд, вместо успокоительных – маточное молочко. Большинство лекарственных препаратов, которые мы используем, можно заменить продуктами пчеловодства. Что такое эпитерапия, расскажем далее. Оказывается, самые злые насекомые считаются самыми полезными. Несмотря на развитие медицины высоких технологий, этот традиционный метод лечения не только не сдает своих позиций, но порой является единственной альтернативой при лечении некоторых заболеваний. Врезание пчелоужаления практикуют в кардиологическом диспансере на протяжении 15 лет. При лечении таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нарушение ритма, но и при заболеваниях связано с другими органами и системами. То есть хронические заболевания легких, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата, или, как они сейчас еще называются, дорсопатии. То есть лечим остеохондроз, артрозы и острые травмы. По словам специалиста, укус пчелы снимает болевой синдром во много раз эффективнее, чем, например, обезболивающие препараты на основе опиума. Пчелиный яд оказывает, благодаря своему богатому белковому составу и ферментному, выражены противовоспалительно обезболивающие действия. Но если сравнить, например, пчелиный яд с анальгеном, то он раз в 10 сильнее, чем анальген. Поэтому ведутся работы по выделению определенного вещества белкового, который оказывает обезболивающий эффект. Очень хороший рано заживляющий эффект у пчелиного яда. Лечатся им трофические язвы, варикозная болезнь. Пчелиный яд разжижает кровь, нормализует артериальное давление, обладает выраженным противосклеротическим действием. Заставить пчелу вонзить свое жало проще простого. Когда ее берут пинцетом, она очень сердится и в порыве гнева впивается жалом в место, которому поставлено. Дотрагиваемся до кожи, пчела проводит сама укус или пчелу ужаление. При этом часть яда сразу выделяется в организм, а часть в течение 30 минут. Вся процедура занимает 30 минут. Сама пчела удаляется сразу, как только укол жалом сделан. Некоторое время оно продолжает работать, поставляя яд из резервуара в организм человека. Вот сама процедура проведена. Пчелку мы убираем, а жало остается в теле. Видите, она сокращается. Из резервуара выбрасывается апитоксин, который оказывает непосредственно лечебные действия. А сама пчела отправляется в емкость с надписью «Отработанные». После выполнения своей благородной миссии ей суждено погибнуть. Кстати, известен факт, что среди долгожителей пчеловоды составляют 80%, а пчелиный яд входил в состав эликсира молодости в Древней Индии. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok